Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok У вас снова дверь нараспашку. Нет, вы правда ничего не боитесь? Здравствуйте. А чего я, по-вашему, должен бояться? Есть такие люди, от которых запираться бестолку? Бестолку упражняться в остроумии над человеком, равнодушным к вашим шуткам. Приступим. Так, спокойно. Если надо будет, перезвонят. Вот отвечу на звонок и не буду дергаться. Привет, Серега. Не помешал тебе, нет? Да мы уже закончили. Нет, не закончили. На Саша разговоры не помеха, правда. Но тут такое дело. Некий Фёдоров АИ, выгуливая собаку в лесополосе возле своего дома, обнаружил труп молодой женщины, не девушки. По предварительному опознанию, это модель, некая Анастасия Лисовская, работавшая в доме моделей Алены Сороки. Ну, если будет время, посмотри, пожалуйста, да. Не буду тебе мешать. Подробности тебе Скрипков привезет. Давай, конец связи. Товарищ полковник. Всё, разговор закончен. Расслабьтесь. Ещё скажите, получаете удовольствие. Да. Разумеется, получаете удовольствие. Отсознание того, что, возможно, вы скоро станете на ноги. Хорошо. Почему посторонние на месте преступления? Я не посторонний, я стажёр. Улики, между прочим, собираю. Ты улики не собираешь, а уничтожаешь. Слушай, иди отсюда, стажёр. Сам уликой станешь. Нет, ты чё такой злой? Ушёл, ушёл. Настя Лисовская, модель. 19 лет, не замужем. Недавно купила квартиру в новостройке на Котляренко. Что ещё известно? Возле тела Насти обнаружили её автомобиль. Машину обыскали? Да. В салоне нашли телефон и сумочку. В сумочке кошелёк с приличной суммой денег и пластиковыми карточками. В заключении экспертов, это было убийство. Сначала Лисовскую задушили, а потом сымитировали самоубийство. Значит так, студент. Дуй в этот дом моделей. Покрутись, узнай, были ли у Насти враги и, может, кто сжилал её смерти. Подождите, пожалуйста, а верните предыдущую фотографию. Модельное платье. Какой-то нелогичный выбор для сведения счёта в жизни. Женское поведение, это в принципе нелогичная штука. А знаете, что меня ещё смущает на этих фотографиях? Это обувь. Для такого дизайнерского платья повседневная обувь, ну какой-то странный выбор. Вы всё сказали, мадам Тик-Тик-Тик. А то мне и работать надо. А вы работайте. Только не перетруждайтесь. Вам вредно. Всего доброго. Ты тоже свободен. До свидания. Вы не обижайтесь на Сергея Юрьевича. На самом деле он... На самом деле он просто капризный пациент. Не более того. Может быть. Сергей Юрьевич, здесь ничего интересного. Все как будто вымерли. Простите, вы по поводу убийства Лисовской? Убийство? С чего взяли? Настя покончила с собой? Не говорите глупостей. Я знаю, кто её убил. Идёмте со мной, только тихо. Куда вы меня ведёте? Настя убила Сорока. Откуда вы знаете? Я сама слышала их разговор, когда забирала платье. Студент, не отвлекайся. Настя сейчас интересует, что за ссора была между Лисовской и Сорокой. Вы хотели украсть платье? Почему сразу украсть? Просто взять на прокат. Бывают такие случаи, когда девушке нужно выглядеть на все сто всего лишь на один вечер. И Сорока вам разрешила? Нет, что вы. Ты знаешь, Настенька, я всегда считала тебя одной из самых перспективных своих учениц. А, до меня дошли слухи, что ты, оказывается, хотела разорвать со мной контракт? Я хотела сама с вами поговорить лично. Я уезжаю, я выхожу замуж. Хочу начать, так сказать, жизнь с чистого листа. И ты решила, что я тебя вот так просто отпущу? После всего, что я для тебя сделала? После всех денег, которые я вложила в тебя, перед тем, как ты вылезла на подиум? Алёна, какие деньги? Ну, я же сама оплачивала ваши обучающие курсы. Какие курсы? Ты контракт читала? Да я тебе такие штрафы выставлю, что ты пять лет будешь работать на окружной. И отработаю. Но сначала я все-таки расскажу журналистам о тех приватных показах в загородном клубе, на которых пятьдесят процентов девочек несовершеннолетние. О том, что там происходит, и что вы с ними делаете. Ты что такой огород? Я тебя сейчас, да я тебя сейчас! И вы, пожалуйста, ей не говорите, что это я вам рассказала. Я... О, господи. Не обязательно это смотреть? Вообще-то нет. Тело уже опознали. Я хотел вас спросить по поводу платья. Это платье было специально создано для финального выхода. Настя должна была закрывать в нем показ. Красивый выход. Она выпускает бабочек. Должно было быть очень так эффектно. Вот этих бабочек? Ну да, вроде бы этих. Мы часто заказываем бабочек для шоу. Это очень эффектный прием. Нам их поставляет фирма, как забывая, вечно. А, вот, зеленый клуб. Скажите, а как вы думаете, почему ваша модель совершила самоубийство именно в день показа? А я не знаю. Откуда мне знать? Может быть, случилось что-то экстраординарное? Например? Я не знаю. Если у вас больше нет вопросов, мне нужно работать. Спасибо большое. Подождите! Да стойте же вы! Вы мне? Подожди. Да. Мне есть, что вам рассказать. Я знаю, кто ее убил. Где-то я уже это слышал. Простите, что? Я вас внимательно слушаю. Так вот, Настю убил Павел. А Павел ее жених. Зачем Павел убил Настю? Как это зачем? Вради денег, конечно. Полгода назад, вдруг неожиданно, Настя застраховала свою жизнь на очень крупную сумму. В пользу жениха, конечно. А тут вот пац! И повесилась. Вам это не кажется странным, а? Это не дом моделей, а кружок детективов-аматоров. Слишком много недоброжелателей у нашей самоубийцы. А где я могу найти Павла? Ну, не знаю. Раньше он к ней на работу все время приезжал. А сейчас... Николай Владимирович, здравствуйте. Будьте добры, там у нашей модели был жених Павел. Пробейте его. Павел, лейтенант Скрипков, я вам звонил, веду дело вашей погибшей невесты. Да нам нужно поговорить. Нам нужно поговорить. Зачем вы убили Настю? Как вы смеете? Вы с ума сошли? У вас большие долги, а она застраховала себя на крупную сумму. Да, у меня были долги. Только я их вернул. Расписка о погашении заверена у Натальюса. Можете проверить. Кстати, смерть Насти не имеет к этому никакого отношения. А что имеет? Сергей Юрьевич, я уверен, что смогу его расколоть. Стоять, студент. Не нужно догонять. Давай отпустим по воду. Понял. Сергей Юрьевич, я не знал, что вы любите, поэтому взял на свое усмотрение. Не думал, что я тебя так достал. Вы о чем? О язве желудка, в которой грозят мне эти деликатесы. О, да ты, как китаец, на насекомых перешел? Эта бабочка, это улика с места происшествия. Потенциальная улика. Потенциальная – это ключевое слово. Но за бдительность хвалю. Красивая. Жалко, мало живет. Я выяснял, от семи до десяти дней. Сколько? От семи до десяти. Настю нашли на следующее утро, а бабочки были уже мертвыми. Вы пельмени со сметаной или с уксусом любите? Ты погоди, со своими пельменями. Надо выяснить, у кого модельное агентство покупало этих бабочек. Я выяснял, фирма «Зеленый гном». Так почему ты еще здесь? Сергей Юрьевич, ну имейте совесть, я с самого утра ничего не ел. Ты мне на жалость не бери. Он в модели неделями на одной воде сидит, ничего. Значит так, дуй в этот «Зеленый гном» и выясни, кто заказывал, когда привезли и почему эти бабочки так быстро померли. Может, они бракованные были? Есть. Причины гибели бабочек могут быть разными. Например, бабочки могут погибнуть от резкого перепада температур. У нас как-то в офисе прорвало трубу и целую ночь не было отопления. К утру все наши бабочки оказались мертвыми. Значит, если бабочки переночуют на улице, это может их убить? Да. Прошу прощения, но это совсем не те бабочки, которых мы доставляли дом-модель. Что значит нити? Видите ли, это бабочка-павлин. Смотрите. Вот. Видите, здесь зеленые полосы вдоль крыльев. Да. А в дом-модели мы доставляли морфой бумажного змея. Смотрите сами, у меня здесь все расписано. Но у вас тут написано, что они заказывали павлинов. Да. Но, к сожалению, павлины закончились накануне вечером. И нам даже пришлось для госпожи Сороки сделать скидку, чтобы удовлетворить запрос постоянного клиента. Значит, если возле тела Лисовской были не те бабочки, которых заказали в день показа... Свяков! Я здесь. Срочно поговори с курьером, который привез бабочек в дом-модели. Есть. Познакомите с курьером? Да. Прошу. Курьер встречался с заказчиком не в доме моды, а в кафе. Со слов курьера это был мужчина средних лет, среднего роста, средней комплекции с обычной прической. Настолько яркая и выразительная внешность, что хоть портрет рисует. Ладно, потом поговорим. Срочно дуй ко мне. Сергей Юрьевич, я только перекушу бы. Я тебе дам перекушу. Давай, разговор есть. Понял. кушать совсем не хочется. Ой, конец связи. Угощайся. Это вы мне? Честно говоря, не ожидал. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Да это обычная пицца из-за бегалки за углом. Так что ешь и не парься. А вот это досье на Павла Кравченко. Ты в курсе, что у них с убитой моделью есть общий ребенок? Нет, откуда? Дочь Нина, три года. И знаешь, что странно? Что? Настя с Ниной жили в одной квартире, а Павел в другой. И виделись они не так уж часто. Как вы думаете, что это значит? А то, мой юный пожиратель пицц, что на влюбленные отношения это никак не похоже. Вы кого-то ждете? Интересно, кто это? Сейчас узнаем. Здравствуйте. Я Злотарев Виктор Иванович. Прошу. Не помню, чтобы назначил встречу с вами. Видите ли, я близкий друг Алены Сороки. А ходят слухи о том, что есть сомнения в самоубийстве Насте. Я хотел просто спросить, поинтересоваться, вы не в курсе, кто мог ее убить? Вы знаете, я не собираю слухи. И не говорю с посторонними, отдай на следствие. Вы, наверное, плохо расслышали мою фамилию. Я не посторонний, я Злотарев. У меня все в порядке со слухом. Никонов. Вы же Никонов. Ну что, я вас знаю гораздо больше, чем вы можете себе представить. И вы знаете, мне нравится ваша принципиальность. Да. Но я просто привык к тому, что люди всегда отвечают на мои вопросы. В моем возрасте привычки уже не меняют. Модельный дом Алены Сороки принадлежит мне. А Настя была в нем жемчужиной. Вот потому... А если без лирики? А если без лирики? Я уверен, что Настю убили. И мне, как владельцу модельного агентства, интересно знать, кто же это мог сделать-то, да. Всего хорошего. да. Удобная штучка. Никонов, я хотел сказать, если вы что-то узнаете по поводу этого происшествия, вы проинформируйте меня. Пожалуйста. Златарев входит в сотню самых богатых людей страны. И что, это дает ему право врываться ко мне в дом и хамить? Нет, конечно, но я так понимаю, что Златарев человек с большими связями и непростой судьбой. Возможно, это объясняет стиль его поведения. Во время купания в Средиземном море трагически погиб Иван Златарев. Родственник? Сын. Единственный наследник империи Златарева. И когда это случилось? Это случилось семь месяцев назад. Интересно, кто теперь станет наследником состояния Златарева? Ну уж точно не ты. Так что дуй завтра в дом моделей и выясни насчет одежды Насти, в которой она приехала на показ. Ну и там поспрашивай по поводу этой неурядицы с бабочками. Хорошо. Значит, вы знали, что вам привезли не тот вид бабочек, которые вы заказывали? Конечно, знала. А разве у меня были другие варианты? Нет, я, конечно, могла посадить своих сотрудников на телефон, и чтобы они обзванивали другие фирмы, но у меня не было времени. У меня катастрофически не было времени. Вы даже не представляете, какой здесь дурдом, когда у меня показ. А что случилось с теми бабочками, которые вам привез курьер из «Зеленого гнома»? Честно? Я не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что у меня показ провалился, и никто никаких бабочек не выпускал. Почему нет? А почему солнце светит днем на небе? Потому что Насте не было, потому что она исчезла, и о бабочках уже все забыли. У вас все вопросы? Пока все. Я могу идти? Я свободна или нет? Это ваш кабинет? Не знаю. Хорошо. Поговори с техперсоналом. Уборщицы зачастую знают все и обо всех. Здравствуйте. Я из следственного отдела по поводу гибели Насти Лисовской. Добрый день. Ну, а я здесь при чем? Вы случайно ничего подозрительного не заметили в день, когда она пропала? Ну, как всегда, показ, шум, хам, истерики. Как всегда. А вещи погибшей модели вы случайно не находили? Вы знаете, тут были какие-то вещи. Я их собрала и положила в гардероб. А можете показать? Да, конечно, пожалуйста. Ну, девочки у нас все худенькие, одинаковые, поэтому чьи эти вещи я не знаю. Вот, пожалуйста, вот сумка, вот брюки, вот кофточка. Скажите, пожалуйста, а после показа оставалась такая баночка с бабочками? Нет, насчет баночек я ничего не знаю. Вот вещи, пожалуйста, смотрите. А насчет баночек я ничего не слышала и не знаю. Ничего не знаю, ничего не могу сказать. Мне кажется, что вот как раз туфли, в которых нашли Настю, идеально подходят к этим вещам. По-вашему, все ко всему должно подходить? Я жду вас у массажного стола. Слушай, а что у тебя с этим Золотаревым, а? Я тебя прошу, ты поаккуратнее с ним. С такими людьми не шутя, ты знаешь, он уже настучал на тебя туда наверх. Сказал, что ты губьян, хам. Да, честно говоря, я ему и нахамить по-настоящему не успел. Сдержи себя, я тебя прошу, потому что всему отделу не поздоровится, вот увидишь. Это все? Ну, давай, пока. Пока. Да, студент. Что? Отлично, жду. Скрипков везет сюда жениха модели, возможно, с важным признанием. Так что, или вы делаете массаж молниеносно, либо переносим его на завтра. я выбираю второе. Дело ваше. У нас в стране демократия. Ну, я слушаю, в чем таком важном вы хотели сознаться? Не сознаться, а сообщить. Не знаю, насколько это важно для вас, но сегодня мне наконец-то разрешили забрать машину Насте со стоянки. Приехав туда, я обнаружил, что с колесами машины все в порядке. Понимаете, о чем я? Пока нет. За день до того, как нашли Настю, колесо на ее машине начало спускать. Она попросила, чтобы я поехал на шиномонтаж и устранил неполадку. Ремонтом ее машины занимался всегда я. Она была блондинкой. Думала, что все захотят развести ее на деньги. Так вот, машину починить я тогда так и не успел. И? Вот это и странно. Колесо на машине было полуспущенное, а сейчас оно целехонькое. Вопрос, кто и когда сумел починить пробитое колесо? Вот это интересно. Если в машине найденной возле леса с колесом все в порядке, значит, она заезжала на шиномонтаж. Понял, Сергей Юрьевич. Полетел. Сергей Юрьевич, осталось всего два СТО. Результат ноль. Я думаю, что мы движемся в неверном направлении. Что? не думать вообще работать? Так я и работаю. Здравствуйте. Вам случайно эта девушка на днях не заезжала? Слышь, Димон, смотри, какая зачетная телочка. Так вы ее видели? Ее нет. А вот тачку эту я узнал. Видите, собачка на торпеде сидит? Да. Понимаешь, тут мужик к нам приезжал? Я еще подумал, что это, может, голубец. Теперь понятно все. Бондинка. так вы можете этого мужика описать, который приезжал на машине? Мужик как мужик. Я, если честно, только собачку запомню. А вы? Спасибо. Да-да, войдите. Добрый день. Не хотите присесть? Я хочу наконец-то узнать, что за срочное дело ко мне. Почему вы меня пригласили? Ну, как хотите. Стойте, если вам так удобнее. Расскажите мне о Злотареве. Виктор Иванович публичный человек. Информацию о нем можно прочитать в интернете. А мы с ним не были близки никогда. Все, я могу уйти? Злотарев так не считает. Ну, не хотите говорить о нем, давайте поговорим о Насте. Вы же знали ее с 14 лет, правильно? Ну, давайте поговорим о Насте. А, я ее знаю с 15 лет. Она была хорошенькой девочкой. Пока не встретила этого Павла Кравченко. Это он ее убил, можете мне поверить. Почему вы считаете, что ее убили? Потому что я не идиотка. И вы бы не начали свое расследование, если бы не были уверены в том, что она покончила жизнь самоубийством. И вы убеждены, что это делорука Кравченко? Я думаю, что вы уже знаете, что она перед смертью застраховала свою жизнь на очень крупную сумму. И я ей, кстати, в этом помогла. А Кравченко нужны были деньги для того, чтобы рассчитаться с долгами. Ну, свои долги он выплатил, продав родительскую квартиру. Еще до того, как произошла гибель Настя. Тогда я пойду. Нет, я вам скажу, у него был еще один мотив. Настя обманывала его. Нина не его дочь. И незадолго до смерти Насти он об этом узнал. Такие вот дела, студент. Саровка утверждает, что в свое время Настя встречалась с сыном Золотарева. И именно от него она родила дочь Нину. А Золотарев старший об этом знает? Узнал после того, как погибли его сын с внучкой. и даже оплатил тест ДНК, чтобы убедиться, что дочь Насти это его внучка. И вы думаете, Кравченко убил Настю из ревности? Ну, по крайней мере, Сорока в это верит. И всячески пытается нас в этом убедить. Интересное дело вырисовывается. Это действительно новый поворот. И я о том же. Нужно еще разочек его допросить. Когда Золотарев узнал, что Нина его внучка, он как с цепи сорвался. Он задался целью забрать ее у Насти во что бы то ни стало и оформить на дне опекунство. Ну, Настя должна была понимать, против кого она идет. Рано или поздно Золотарев добился бы своего. Поэтому мы и хотели уехать из страны туда, где нас никто не найдет. Не успели. Золотарев мог узнать о ваших планах. О том, что мы собираемся уезжать, знала только Алена Сорока. Сорока одной из первых знала имя настоящего отца Нины. А вот зачем она рассказала Золотареву о внучке? Добрый день. Здрасьте. Да я вижу, вы разочарованы. Что, ожидали увидеть кого-то другого? Сейчас не лучший момент для процедур. Решили здоровьем пожертвовать ради работы. Здравствуйте. Добрый день. Привет. А что это такое вы мне прислали? Что это за порхающий цирк? Я пойду готовить массажный стол. Вы неправильно поняли. Это не цирк, это главная улика, которая помогла мне понять, кто и когда убил Настю Лисовскую. Вам интересно? Да, да, сгорают любопытство. Только камеру уберите, молодой человек. Я интервью сегодня не даю. Нет, полностью. Извините. Слушаю вас, Никонов. Вы слишком старый, чтобы заводить себе новых наследников. И слишком жадный, чтобы оставить свою империю, кому попало. Вам кровь из носу нужна была дочь Насти, ваша внучка, ваша прямая наследница. Виктор Иванович, я вам уже все сказала, мне нечего решать. Нина моя дочь и все останется так, как было до этого. Ниночка не только твоя дочь. Ниночка, она моя внучка. Кровь от крови, плоть от плоть, она злотарева. Это даже показал тест ДНК. Я не давала согласия на тест ДНК. Но вам же на это плевать. Вам плевать на Нину, на меня, на наши чувства. И вы в этом очень похожи с Иваном. Не касайся памяти моего сына. Не надо. Он уже в ином мире. Да после того, что сделал Иван, мне жить не хотелось, а вы мне. Ну все, 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 Настенька, Настенька. Ну все, ну хорошая. Все, все. Давай возьмем себя в руки и... Настя, давай так, если ты выполнишь все мои условия, Ниночка ни в чем не будет нуждаться. Я тебе обещаю. Ниночка и без вас ни в чем не будет нуждаться. И для этого у нее есть мама. Это я. Настенька, Настенька, дура! Ты не понимаешь, против кого ты прешь? Скотина! Куда ты... Что ты стоишь? Вы поехали, быстро! Степков, оставь нас. Есть. вы все просчитали. Подстроили так, чтобы все подумали, что с утра Настя была в модельном доме, а после того, как ей кто-то позвонил, сбежала. Я свою часть договора выполнила, я ей угрожала, я ее не отпускала, я кричала на нее, орала, как сумасшедшая. Теперь, твое слово. Ну что, все документы подписаны, и модельный дом полностью переходит в твою собственность. поздравляю. Спасибо. Только договор вступит в силу после того, как я оформлю опекунство над Ниной. А я здесь при чем? Я же не могу заставить ее отдать тебе ребенка. Так не надо. Ты просто сделай так, чтобы завтра вечером Лисовская оказалась здесь. И все. Зачем? Ну, правда, я не понимаю. Ну, за тем, что ей надо перед показом попробовать новое платье. Примерить туфельки, пельишко снова же таки попробовать. Придумай сама что-нибудь, соври. мне тебя учить зачем? Я надеюсь, что ты понимаешь, что делаешь. И мне об этом не придется пожалеть. Да, это я. Что вы здесь делаете? Настенька, я пришел сделать тебе, как говорится, последнее предложение. Я уже все сказала. Нет. Настенечка, присядь, присядь. Одну секунду. Я пришел лично убедиться в том, что ты понимаешь, от чего ты отказываешься. Настенька, понимаешь, я готов для тебя сделать все, правду. Вот ты будешь блистать на всех обложках самых лучших журналов. я правду найду лично режиссера и сниму фильм с тобой в главной роли. Ты будешь иметь яркую и насыщенную жизнь, а Ниночка, она просто тебе будет мешать. В это время вас видели десятки свидетелей, которым и в голову не могло прийти, что вы убили модель, а тело отвезли в посадку еще накануне вечера. Пустите меня! Да не, Настя! Пустите! Да погоди, да ты, да тихо ты, тихо ты! Вы замечательно продумали такую деталь, как бабочки. Заранее купили партию бабочек и оставили возле мертвого тела. А, при чем вообще тут бабочки, а? Заказанные для показа бабочки должны были появиться в модельном доме только утром. и если бы их обнаружили на месте самоубийства Насте, все бы решили, что она сбежала с показа уже после того, как их привезли. Может, расскажите недостающие детали убийства сами? Неконав, вы больны. Я не понимаю, почему я здесь сижу и слушаю весь этот бред. Может, потому, что этот бред правда? Конечно. Вы меня спрашиваете, почему я занялся модельным бизнесом. В тот день вы старались попасться на глаза как можно большему количеству людей. Красота спасет... Слышать? Так вот, я хочу сказать, что если такая красота не спасет мир, ну тогда мир обречен. Таким образом вы обеспечили себе алимпи. И все бы сошло вам с рук, если бы ни одна незначительная бытовая деталь. сбежав с показа через черный ход, вы решили отогнать машину Насте в то место, куда накануне отвезли ее тело. Вы заметили приспущенное колесо в машине Насте и вам пришлось заехать на шиномонтаж. Еще одна больная фантазия? Механик не смог точно описать мужчину за рулем этой машины, но он запомнил перстень с узумрудом. На камне золотая буква З. З. Злодарев. Вы ничего не докажете. Настя сама во всем виновата. Единственное, что я хотел, это только быть рядом со своей внучкой. А теперь я у нее единственный родной человек. И вот когда я оформлю опекунство... Я не хочу вас огорчать, но ваша внучка в данный момент подлетает к границе Бельгии. И вы ее больше никогда не увидите. Что ты сказал? Ты... Ты что, думаешь, ты самый умный? Думаешь, я не знаю, что ты меня пишешь? Хочешь знать правду? Так знай. Это я грохнул эту шлюху. Тебе никогда не приходило в голову, почему Настя никогда не обращалась за помощью в органы? Все твои желания сделать мне неприятность, в окопе с перспективной, ты мне ни черта не можешь сделать. Получеловек. Стоять! Что у вас тут происходит, а? Иди сюда! А ну, положи пушку! Ствол, я сказал, убери! Иначе бабе твоей конец! Миша! А теперь, Мишенька, ухуделика запись с компа. Уходим. в порядке? Угу. Слышь, студент, как брата прошу, поставь в домофон дверь. Поставлю. даже самый смелый план нуждается в запасном варианте. по делу модели Анастасии Лисовской, которая была найдена повешенной в городском парке, открылись новые обстоятельства. Следственные органы отвергли версию о самоубийстве и теперь можно утверждать, что это было убийство. Дело об убийстве модели Анастасии Лисовской близится к раскрытию. В распоряжении следственных органов поступила запись предполагаемой убийцей, где он сознается в совершении преступления. Достоверной записи не вызывает никакого сына. Хочешь знать правду? Так это я грохнул эту шлюху. Да? Анастасия Лисовская консьержка, говорила у тебя какой-то шум вчера в квартире был. Да ничего особенного, бывает. Ну да. Чего так, а не бывает. Ай, слушай, ты слышал, олигарх застрелился. Я не понимаю этих людей. Что это такое? У тебя есть бабулинцы, у тебя есть здоровье, власть. Нет, он вперед, и блюх. Жить бы и жить. Ты что, не чокаешь? Да ну, я тебя прошу. За тебя. А ты? Да не хочется чего-то. Да дай я повторю. Эх. Так и надо было за покойника выпить. Видишь, чтобы разлил. Серега, у меня для тебя дело. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok